Вот почему об этом никто на проповеди не говорит? Объясни мне. У себя в душе. Отпечатано. Короче, вот. Типа, там же все зверствования, которые Бог творил, никто ж не описывает, чувак. Никто не говорит, типа, о том не убийств, которые происходят в Библии, в Ветхом и в Новом Зате. И реально, вычитать там все, это действительно героический поступок, ты абсолютно прав. И вот, когда ты вычитаешь там все, у тебя будет куча вопросов. Куча вопросов. И вот тогда вера рушится. Но пока ты читал только детскую Библию, а потом напялил на себя крестик и ходишь в храм, то, да, ты исконно верующий. Я использую чисто как украшение. Ничего. Просто потому, что мне нравится. Не из-за того, что... Чего ты крестик туда носишь, а не что-то другое, что-то из драгоценности? Конечно, это, в принципе, не страшно, что у меня есть, потому что мне подарили. Ага. Ну, типа, сам бы я себе его... Не стал бы покупать, да? Поскольку он есть, но мне, в принципе, он нравится. Я с тобой не спорю, мне когда-то тоже подарили крестик, который я носил долгое время. Уже 5 лет бы носил бы, сейчас я себе его неравно не порвал. Потому что мне его подарил батюшка в храме. Типа, ну, это было очень круто, потому что батюшки, вообще-то, обычно забирают деньги. Они что-то дарят. Он мне его подарил, и он серебряный, типа, я аж обалдел. И он там, типа, был молильный, короче, типа, на него все молились. У входа лет 10, а он мне его просто так отдал. То есть люди в него там вливали вообще все, что можно, а я его забрал, короче. Ну, если верить, типа... Вот, и мне это было приятно, тем более я с ним малого крестил. А ты, кстати говоря, будешь своих детей крестить? Да, да. Да, ты уверен? Почему? Потому что это, скорее, не как план, типа, верующего человека, а просто, например, крестижи могут только крещённые. То есть, типа, в принципе, это, как бы, соединение в Антареге семей на семей. В принципе, ума не становится. Да. Вот это праздник куда-то есть. Действительно. Если, допустим, мои дети с кем-то будут очень хорошо дружить, и захотят сделать конумьями, то они должны будут очень хорошо дружить. Чтобы и не было... Да, я не знаю. Ооо! Уооо! 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 Уоооо! Уооо! Уооо! не то чтобы ну типа я не буду тебя осуждать меня не очень если честно импонирует позиции типа того что ну большинство же оправдывают то что они не крестят детей тем что типа ну мы даем право выбора я не хочу давать право выбора хорошего но врата с таким ростом надо брать я не хочу давать право выбора своему ребенку душ то я не хочу чтобы он верил птиц ну типа в бога то есть это не вопрос того что типа я не вопрос того что я как бы там ну он может он хочет стать мусульманином в будущем и поэтому короче нет просто не хочу чтобы они Для того, чтобы он не верил, я его не буду крестить, все правильно. Никаких крестиков. Разговоры про религию исключительно в научном контексте, не более, не менее, чувак. Я не хочу просто, ну, типа, сказки я могу Хоббита почитать ему, серьезно. Типа, Толкин своим детям читал, все нормально. Типа, сказок хватает, но эта сказка не должна внушить, ну, типа, в его жизнь внедряться, он не должен ходить на Пасху. Ты, кстати, в курсе, да, что Пасха, в честь чего Пасха празднуется, ты в курсе, да? Первично в честь чего? В честь вырезания египтян. Вот эти. Потом они, типа, все сделали под видом того, что, короче, мы... Короче, это все в честь того, что... Ну, потом сделали, типа, так, что это Иисус воскрес? Ну, на самом деле, на самом деле, мы-то знаем, почему. Боже, я сейчас прям по теориям заговора начал рассказывать. Точнее, как кто-то, кто верит в теорию заговора. Ну, неважно, короче. Да, да, да. Я, конечно, шок, ты, допустим, ты бы себя чувствовал бы, скажем так, немножечко по-другому, если бы ты был в своем племяннику некрестным. Ну, типа, мне все равно, мол, он меня, что так, что так любит. Он даже не в курсе, что я его крестным, не поверит. А мне было очень, типа, мне было лестно то, что меня выбрали его крестным, что мне доверили такую священную миссию в этот, в Рим. Ну, типа, это ничего не поменяло, по сути. Ну, мне тогда и было и лет, сколько, 18, и тогда быть крестным, типа, вау, обалдеть. Ну, вот. Надо будет, вау, оба, 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 оба. Сестра в отпуске? Да, в отпуске, сестра не работает еще. Сестра работает на УВИКСе, все. Сестра занимается важными делами. Точнее, она работает... Вы можете продавать в семинарчах, вебинарчах, вебинарчах, вебинарчах... Чувак, если я раскручусь до того состояния, до которого я скажу себе в определенный момент, все, можно давать вебинары, я не буду знать, о чем там говорить, если честно. Потому что у меня нету никаких, типа, особенных инструментов продажи, или, типа, 10 секретов успешного бизнесмена. Я просто что, покупаю, продаю. Покупаю, продаю. Продаю, покупаю, все. Ничего, никакого секрета. Так может делать каждый, абсолютно. И ты тому подтверждение, поэтому. Я считаю, что, типа, мне не нужно зарабатывать на людях, я на них и так достаточно зарабатываю. Типа, на глупости людей зарабатывать, типа, мне совести не хватит. А ты когда дашь уже вебинар? Почему? Ну, ты же тоже продавал кого-то. Ну, просто поделишься своей историей успеха, там, типа. Как ты ушел из продаж в видеомонтаж? Это будет разговор, наверное, на 20 секретах. Или, вот, я о том, что, поэтому, типа, здравствуйте, я нашел нишу, которую никто не занял на, ну, на украинском рынке, типа, а конкуренты, те, которые были слишком жадные, поэтому я выигрывал бабки у них. Ну, что, можно договорять, что, типа, надо вкалывать, постоянно вкалывать. Да, вот работать нужно постоянно, саморазвиваться, заниматься спортом и вкалывать, да. Не знаю, зачем вкалывать в продажах, но, окей. Везде надо вкалывать. Да, ну, да, это без прикола. Ну, это, типа, просто так все знают. То есть, типа, не надо для этого деньги брать с человека, чтобы понимать, что надо работать. Не, надо вкалывать в продажах, типа, ну, в плане, когда продажа – это твой основной метод дохода, да, ну, вид дохода, да, тогда это, конечно, безусловно, типа, надо пахать. Когда это дополнительный доход, да, просто приятный, типа, бабки, типа, на депозит, на квартиру, не знаю, на отпуск, еще на что-то такое. Ну, просто то, что ты откладываешь. Там не надо вкалывать, ты просто ждешь, типа, ты ждешь с покупателя. Когда тебе надо впаривать, это совсем другое. Мне впаривать не надо. Мне, помимо этого, еще три работы, и, типа, мне с них бабла хватает. Я просто захотел монетизировать свои же деньги. Опа, Опа, Андрей Владимирович. Желтая карточка. Босс. Теперь пора решать. Пора решать. Это плей-офф. Решающие матчи, кто попадет в волейбург чемпионов. И Андрей Владимирович говорит свое слово. Прокомментировать? Да, конечно. Невероятный момент. Который стоит переиграть, видимо, Андрей Владимировичу. Невероятный пас. Так, метр от стенки. Метр Андрей куда-то отошел. Алло. И это нереализуемо. Просто невозможно было реализовать этот момент, конечно. Но это безусловно. Долго держит мяч вратарь. Долго. Андрей Владимирович сейчас переживался уже. Уже тянулся за карточкой. А это Вестхэм играет, да? Да. Вестхэм. Тянут игру Вестхэм. 1-0, да, выигрывают. Но видишь, видимо, пошли уже в бой совсем грязные методы игры. Ну, счет на табло, поэтому... Вот, в общем... А о чем мы говорим вообще? Да, да, да. Ну, посмеиная. А, да. Ну, не знаю. Просто как жест. Например, ты что-то типа... Да, ты развел это... Немножко тебя сближает. Немножко сближает, да. Немножко сближает огромное пузо... Огромное пузо Попа... Огромное пузо Попа к рэндж-роверу это сближает, Витя. Да, родственников, действительно. Неужели, типа, не могут быть два человека, которых вы номинально назовете, типа, крестными? Да даже не надо их назоветь. Ну, вот, я даже не знаю, как... Как к этому, если честно, подпомнился, потому что... Вот родственные... Выстраивание родственных связей, это окей. Это, типа, единственный аргумент в пользу этого. Но... Но... Да, да, конечно. Я уже отвыкнул просто. Это вот единственный здоровый реальный вариант, почему вот это все мероприятие имеет хоть какой-то малейший смысл. Но то, что ты за него платишь, батюшке, и ты не в храм платишь, и ты не увидишь налоги за храм и так далее. Потому что, ну, храмы не платят налоги. Они не налогооблагаемы. Они неотчетные. Они... Чувак, ты даешь бабки коррумпированной системе, которая... Е-е-е-е, бой. 2-2. Красава. Так, а фамилия? Катарик. Короче, вот. Ну, ты даешь бабки этой коррумпированной системе. И ты же там не 500 гривен заносишь. Ты же в курсе, да? Пару кошель? Да. И еще, и еще, и еще сверху. Ты можешь дать бабосик за... Ну, не отблагодарил папатам, например. Ну, просто Женя, когда они Полину с Викой крестили, ну, куману, короче, они когда крестили малую, они... Заплатили бабки за все крещения, все дела, там, все регалии и тому подобное. И они уже идут домой и им звонят, и говорят, а вы батюшку не отблагодарили. Некрасиво такое. Вот, то есть... Есть хорошая схема, едешь в село, там есть... И там обычно... Не богато живут, да? Ну, там, скажем так, там... 2-2. А там... 1-0, да? 1-0, да? Да. Матч? Ну, берите, берите. Поем! Ну, и обычно в силе что? О! Извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Я знаю, я знаю, извини, пожалуйста. Я просто не сдержался. Настолько расстроено. Я не знаю, это внешняя часть. 1-1. Отлично. Андрей, фамилия? Андрей, фамилию узнай, пожалуйста. Я желтые не спрашиваю, но это надо. Они у тебя желтые. Не спрашивай, я не спрашиваю. Леонид? Здорово. Здорово. Можешь там просто Леня записать, короче. Может, это Леонид из Спарты ты не можешь писать? А? Леня. Леня. Просто напиши Л, короче. И команду. Просто счет фига не. Может даже без времени. Леня. Мы Леня записали сразу, типа. Ну, что подсказка, Леня. Так понятно, что Леня. 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 Вдруг у него погоняло бур, короче. Можно было короче. Ну да, три буквы вместо четырех. Да, ну я типа первое, что мне пришло в голову на три буквы, это ассоциативная память, так сказать, резко. Боже, ну у нас сегодня с тобой матч дискуссии был, мы штавального не послушали особо. Не, ну зато интересно, правда? Ликбезик такой. Что? Наверное, да? Ну да, интересно, но все равно каждый остался при своем мнении. Да нет, я не пытался. Вот как раз таки я просто узнал проявление по поводу крещения. Ну, без крещения. Ты как человек, который просто... Ну, я просто как человек, который не верит, не хочу финансировать структуру, которая, ну... Ну, без крещения. Красная, серьезно? Андрей Владимирович, вы просто давите игру. Андрей давит игру, Витя. Ура, душит, просто душит. Б�га, забыви меня! Б�га, слава! Ура! Ура! Колесников, колесников В общем, я не очень хочу их финансировать, поэтому, типа, я считаю, что просто, ну, как бы, быть батюшкой это не труд или что-то такое, типа, очень важное, они не приносят ничего важного, ну, в большинстве своем, да, то есть они очень не изобретают, они не помогают людям исправить какое-то жизненное положение, реальное, я думаю, да, Они просто, ну, типа, паразитируют на обществе, на традициях и тому подобное, раньше у церкви реальные были какие-то еще полномочия, вели там образование и тому подобное, ну, типа, они же давали образование, правильно, сейчас они занимаются транспортировкой сигарет, класс Что? По поводу сигарет? Что? Ну, Гундяев, патриарх всей Руси, у него, этот, на 16-й год, ну, Кирилл, да, этот, у него на 16-й год состояние, знаешь, сколько было? У него, знаешь, 12 миллиардов, 4, 4 миллиарда, 12 у него, уже сейчас? Нет, я знаю, что у него 12, ну, я слышал про 4, может быть, у него сейчас уже 12, этому я не удивлюсь, он достаточно геймер, ну, я думаю, что он тоже на Алиэкспрессе заказывает что-то и продает, типа, на 4 миллиарда прокрутил пару раз нормально, вот, короче, не, я слышал про 4 миллиарда, потому что телевизор, чувак, 18, типа, за чёрт. Ой, не Стив Джобси, не этот, Билл Гейтс, типа, 18 мне, может, да, или сколько у него там было? Уже 90-х, да. Уже 90-х, да? Ну, сами говорили, что это не было. Нет, создатели Али Бабы, самый богатый человек в мире. У него больше не было. Нет, сейчас не создатели. Али Бабы, правило, проинвестировали на 120% сервисе, а я это не так. Ты что, я? Класс. Видимо, он не хотел быть самым богатым человеком у них. Это был не Али Бабы, а Амазон. Это же Амазон, высокий чувак. Али Экспресс! Али Экспресс! Али Экспресс! Али Экспресс! Ну ладно, 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 окей. Он ходит 20-й. Уже. Он был самый богатый, ну ладно. Короче. Нет, Али Бабы. Али Экспресс! А, я понял. А Амазоновский сейчас, типа, самый? Нет, сейчас нет. Ну, вот Гундяев, где-то рядом, понимаешь, он недалеко. Вот в чем вся проблема. Он просто патриарх. Вроде бы как человек, который должен быть очень далек от материального. Вот. И они все вроде бы как далеки от материального. И хлеб да соль должны есть. Но ты отваливаешь, ну, нормальные бабки за только то, чтобы покрестить ребёнка. Открытие. Музея остановления Украинской ласки. Знаешь такое? Нет. Охренительный музей, на самом деле. Да. Впервые музей, в который интересно сходить? Нет. Ты вроде ну мать зайди, ну ладно. Там был открытие, короче, нашего митрополита. Митрополиты шо? Эпифания Эпифанцы Эпифанцы Ну я понимаю Ой, не сам, а священное его имя Я понял, Эпифания Саня, Саня Саня, Саня Пришел, пришел, толкнул речь где-то Так, а он, кстати говоря, такой Относительно у нас приземленный Который у нас, он еще более-менее Да, типа тоже Роллс-Ройс, я так понимаю И так далее А он, он скромненько На ранжевере На ранжевере, да Мне больше всего Франциск Вот Франциск Конкретно валирует Да, да, он конкретно валирует Со всех попов Спит на полу У него все в порядке Фамилию скажи, я не помню Я понимаю, что ты капитан, я понимаю Я забыл фамилию Кто забил? Кто забил? Кто забил? Витя Кто забил? 4-2 Хыжня Это Травиш забили? Да, 4-3 Но Imperial походу не выходит Или выходит, не знаю Надеюсь на это, по крайней мере Хотелось бы видеть Imperial в лиге чемпионов Маша Возьмите 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 Потерял ворота Олег, потерял ворота Ух ты Смос Мой Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok